За последние несколько лет эта китайская торговая площадка стала очень популярной в России. На ней давно уже покупают не только чехлы и пленки, но и смартфоны, ноутбуки и компьютерные комплектующие. И вот как раз последние нам и интересны. Давайте посмотрим, что из процессоров имеет смысл брать на Алиэкспресс на момент осени 2019 года. И начнем мы со старичка LGA775. Забавно, сокету 15 лет, но он до сих пор остается достаточно популярным. И это вполне понятно. Для работы в интернете и простеньких игр топовых процессоров на нем вполне хватает. А многим ли пользователям нужно что-то больше от ПК? Вторую жизнь в LGA775 вдохнули Xeon для LGA771, которые после некоторой переделки встают в него без всяких проблем. Главное, чтобы ваша плата умела работать с 4-ядерными CPU, а в интернете для нее был модифицированный BIOS. Без него тоже может заработать, но не всегда корректно. Что касается конкретных процессоров, то имеет смысл смотреть в сторону Xeon X5460. Этот горячий 120-ваттный 4-ядерник имеет частоту в 3,16 ГГц, что неплохо даже без разгона, с которым ему покоряются 4,4,2 ГГц, и стоит он всего 800-850 рублей. Что касается X5470, он быстрее с коробки всего на 150 МГц, а стоит вдвое дороже, так что смысла в нем ноль. Процессор E5450, так сказать классика, опять же, стоит порядка 1000 рублей при частоте в 3 ГГц. Не особо выгодно. Ну а брать более слабое решение с частотой ниже 3 ГГц вообще смысла нет. Одноядерная производительность будет очень грустной. Собирать ПК на 775-м сокете с нуля нет никакого смысла. Такие Xeon'ы даже в разгоне с трудом тянут современные игры, но вот взбодрить старичка, работающего на Core 2 Duo, 4-ядерным CPU, смысл есть. Система станет куда шустрее. К таким Xeon'ам в пару имеет смысл брать видеокарты типа GTX 660, 750 Ti, GT 1030 или AMD RX 550. Все они показывают приблизительно одинаковый уровень производительности, более чем достаточный для онлайн-игр. К тому же при желании более-менее комфортно получится поиграть в хиты прошлых лет, типа Ведьмак 3, либо GTA 5. Переходим к ЛГА 1156. Эта платформа уже интереснее, и Xeon под нее является аналогом Core i5 или i7 первых поколений, так что в играх они чувствуют себя куда комфортнее. Но отсутствие VX-инструкции уже начинает сказываться, так что запаса на будущее опять же маловато. Однако, как и в случае с 775-м, если вы сейчас работаете на каком-нибудь двухъядерном Core i3-530, восьмипоточный Xeon очень ощутимо поднимет производительность. Также огромный плюс в том, что эти Xeon поддерживаются из коробки. Никаких прошивок BIOS не нужно, вставили новый CPU и можете работать. И да, не стоит забывать про разгон. Если ваша система с ним справляется, из этих процессоров нередко можно выдавить 4 ГГц, что зачастую даст существенный прирост в 20-30%. Что касается конкретных решений, то единственным интересным вариантом является Xeon X3440 с частотой до 2,93 ГГц за 650-700 рублей. Xeon X3430 имеет только 4 потока, слабовато. А более старшие процессоры стоят уже неоправданно дорого. X3480 на 3,73 ГГц аж 5000 рублей. Причем ту же самую частоту легко покорит X3440 в разгоне. А теперь немного полезной и тематической рекламы. Чтобы не ошибиться с покупкой, не переплатить и найти настоящие скидки, советую воспользоваться расширением AliRadar. Оно покажет динамику цены, рейтинг продавца и найдет похожие товары. Причем расширение сразу покажет вам самые выгодные предложения на конкретный товар. AliRadar появится в виде небольшого окна снизу справа и показывает нам рейтинг продавца, похожие товары, фото из отзывов покупателей и динамику цены. Как видим, Xeon X3440 значительно подешевел за последние месяцы. Если вас что-то не устраивает, всегда можно найти в похожих товарах более выгодный вариант. Сервис доступен для браузера и смартфона. Ссылки на AliRadar я оставлю в описании. Так же, как и на 775, нет смысла собирать систему на LGA 1156 с нуля. Используйте Xeon только, чтобы продлить жизнь своему ПК еще на пару-тройку лет. С учетом разгона, X3440 способен справиться с видеокартами уровня GTX 1060 и RX 570, что позволит вам играть на высоких настройках графики в современные игры в Full HD. А теперь перейдем к LGA 1155. Это добротный бюджетный сокет для игр. 1155 можно считать уже относительно современным, несмотря на то, что появился он 8 лет назад. Он работает с процессорами Intel Core 2-го и 3-го поколения, так что поддержка VX имеется. И благодаря неплохой производительности на ядро проблем с современными играми не будет. Опять же, брать с нуля его не рекомендую. Уж лучше докинуть к цене сборки еще пару-тройку тысяч и купить что-нибудь с Ryzen 1-го поколения, где возможен неплохой апдейт в будущем. Но если вы лет так 6-7 назад собрали себе игровую сборку на Core i5-2300 и теперь замечаете, что он нагружается в современных играх на 100%, привнося в геймплей фрезы, вы можете это исправить. Всего процессоров там под два десятка, но отсеять лишнее просто. Так, младшие 4-поточные Xeon, аналоги Core i5, долой сразу, они уже мало что могут в современных играх. Топовые 8-поточные с частотой 4 ГГц тоже мимо. За их цену можно собрать ПК на Ryzen 5 1600. Самый выгодный это младший 8-поточный Xeon E3-1230, имеющий 3,3 ГГц на все ядра и стоящий всего 2500 рублей. И из десктопных CPU ближайшим его аналогом является i7-2600. Остальные решения стоят далеко за 3000 рублей, оказываясь быстрее зачастую на пару сотен МГц, что несерьезно. В пару к такому Xeon могу посоветовать ставить видеокарты вплоть до AMD RX 580 или Nvidia GTX 1660. Высокие настройки в большинстве современных игр в Full HD такой связки покоряются без проблем. Если же у вас плата поддерживает разгон, за приблизительно 5000 рублей можно взять Core i7-2600K. На частоте 4.2-4.5 ГГц этот камешек еще долго будет справляться с современными играми и вполне способен вытянуть даже RTX 2060 или AMD RX 5700. Теперь поговорим про инженерные процессоры Core i7 поколения Skylake. Перед тем, как запускать процессоры в серийное производство, Intel выпускает так называемые инженерные образцы. Они нужны для того, чтобы обкатать новую архитектуру и в большинстве своем полностью рабочие, но имеют сильно заниженные частоты. Они бывают двух видов. Это Core i7-6400T или Core i7-7700ES. Первые стоят 6-8 тысяч рублей и сами по себе интересны слабо. Частоты в 2.2-2.6 ГГц ставят крест на нормальном гейминге. Но на чипсете Z170 есть лазейка. Все процессоры на платах с ним можно разогнать по шине. И эти инженерники нередко покоряют планку в 4 ГГц, что выводит их почти на уровень Core i7-6700 за втрое меньшие деньги. Так что если вы, например, в свое время взяли связку из Core i5-6400 и платы на Z170 и теперь вашего 4-ядерника стало мало, такой относительно дешевый апгрейд имеет смысл. Но с нуля собирать, конечно, не стоит. Выгоднее опять же взять Ryzen 5 1600 и плату на B350 к нему. Лиза, ну может хватит? Они скоро спалят, что я постоянно вас рекламирую. И будут писать, что я продался AMD. Второй процессор тоже интересен, но опять же только для апгрейда. Конечно, никакой это не Core i7-7700. Это опять же инженерник, но уже куда бодрее по частотам. Turbo Boost в 3,4 ГГц выводит его приблизительно на уровень Core i7-6700, который стоит порядка 19-20 тысяч. Так что с играми у него проблем не будет. Конечно, цена в 12 тысяч несколько шокирует. За эти деньги можно заказать китайца, который будет сидеть в вашем подвале и собирать зеоны, а вы будете продавать их друзьям. Хорошо, зайдись. Сейчас еще раз, ладно? Но если вы в свое время купили компьютер на 110-м чипсете вместе с гиперпнем 4560 и теперь удивляетесь, почему он не тянет в современные игры, это не самый худший выход из ситуации. И да, для работы этого инженерника никакие перепрошивки BIOS не нужны. Разумеется, с такой ценой про сборку ПК с нуля на нем лучше забыть. Что касается видеокарт, то такие процессоры способны вытянуть решение вплоть до RTX 2060 или AMD RX 5700. Иными словами, высокие или максимальные настройки графики в Full HD в AAA проектах. Давайте посмотрим, что у нас есть еще. Опа! Это же AMD FX8 300. Целых 8 ядер за 4000. Это очередные процессоры чисто под апгрейд на старом уже сокете AM3+, который сейчас отдают за сущие копейки. 3,5-4 тысячи рублей. Именно столько стоит старый FX8 300, способный работать на 4 плюс гигагерца, но все еще собирать на нем ПК с нуля не стоит. Ryzen будут выгоднее, но если вы имеете компьютер на каком-нибудь 4-ядерном AMD FX4 300, который уже мало что может в современных играх, то переход на 8-ядерный CPU будет глотком свежего воздуха. Такой процессор способен справиться с GTX 1060 или RX 570 и тянуть любые современные игры хотя бы еще пару лет. Вот мы и пришли к первому сокету, на котором имеет смысл собирать ПК с нуля. Это LGA 2011. Эти Xeon основаны на втором и третьем поколении Intel Core, так что AVX инструкции они уже поддерживают. Разброс тут лютый, от 4 до 12 ядер и от 2 до почти 4 ГГц на все ядра. Решение на E5 1600 и 1602 версии отменяем. Да, 6-8 ядер и частота 4,5 ГГц в разгоне выглядят очень вкусно, но вот ценник в 7 плюс тысяч рублей откровенно не радует. Ryzen 5 1600 выглядит и дешевле и перспективнее. Сразу же свангую и отвечу на комментарий. Нет, в моем компе стоит не Ryzen 5600. Про E5 2600 второй версии тоже забываем. Младшие решения с 6-8 ядрами имеют не очень высокие частоты, а что-то старше или идет с ненужными для игр 10-12 ядрами, или стоит как крыло от Боинга. В итоге самыми интересными оказывается E5 2600. Увы, 6-ядерные CPU там отметаем. 2,8 ГГц это не то, что хотят современные игры. Более дорогие 8-ядерники имеют уже частоты свыше 3 ГГц, что смотрится куда интереснее. Оптимальным выбором можно назвать E5 2689. 16-ти поточный монстр на 3,3 ГГц. Смотрится вкусно, да и ценник в 3,5-4 тысячи рублей за него сущие копейки. Сборку с данным процессором уже можно рекомендовать собирать с нуля на аллее, так что нам нужна материнская плата. Переплачивать вдвойне за брендовые решения нет смысла, а вот проверенные китайские платы брать вполне можно. Относительно бюджетным вариантом будет Plex HD X79 Turbo. Ее можно найти дешевле 5000 рублей. При этом она имеет нормальную VRM, 4 слота под ОЗУ, 4-канальный режим работы и 1 М.2 PCI-Express. В общем, отличное решение за свои деньги. Что касается видеокарты, то с таким процессором имеет смысл рассматривать AMD Vega 56 или GTX 1660 Ti. Все-таки одноядерная производительность не слишком высокая и рассчитывать на 100 плюс FPS не стоит. Но получить стабильные 50-60 кадров на высоких или ультра настройках в Full HD можно без проблем. Ну и закончим мы этот видос на AMD Ryzen. Это современный топ с оглядкой на будущее. AMD клепает свои процессоры под сокет AM4 как заведенное, по поколению в год. А с учетом того, что изменений в новых Ryzen много и они положительно сказываются на производительности в играх, первое поколение на архитектуре Zen скидываются за сущие копейки. Первый интересный представитель Ryzen 5 1400. 4 ядра, 8 потоков, легко гонится до 3,7-3,8 ГГц и стоит при этом всего 4-4,5 тысячи рублей. Отличный вариант в пару RX 570 или GTX 1060. Вторым идет Ryzen 5 1400. Тут уже 6 ядер и 12 потоков. Частота в разгоне такая же, но стоит он в полтора раза дороже Ryzen 5 1400, порядка 6 тысяч рублей. Но при этом в полтора раза мощнее. Его можно брать в пару к чуть более быстрым видеокартам. Например, GTX 1660 или RX 590. Ну и гвоздь сегодняшней программы Ryzen 7700. 8-ядерный 16-поточный монстр, который в разгоне сможет работать на 3,8 ГГц, обойдется дешевле 10 тысяч рублей. Опять же, чисто для игр это не самый лучший выбор, ибо производительность в них у него на уровне Ryzen 5 1600. Но если вы к тому же хотите стримить или работать за ПК, это великолепное решение, которое догоняет в вычислительных задачах Core i7-8700K, которые на минуточку стоят в три раза дороже. Однако, покупая этот CPU, нужно помнить, что 8 ядер в разгоне это не шутки, и скушать он может вплоть до 150 ватт, что требует и качественной платы, и хорошего охлаждения. Ну всё, Лис, я сказал про Ryzen эти все твоих первых поколений, которые нужно продать. Дай мне мою зарплату. На этом всё. Не забудьте жмякнуть лайк и написать в комментариях, что я там неправильно сказал. С вами был МК, до скорых встреч.